17 пристроек к школам ведут в эксплуатацию в Алматы до конца года. Это позволит создать 16 тысяч ученических мест и снизить их дефицит на 47%. Такие данные накануне озвучил Акимбак и Джонсагентаев. Он также сообщил, что в городе строят еще 8 государственных объектов образования. Три из них сдадут в этом месяце. О темпах строительства и оснащении возводимых учебных заведений репортаж Динары Сабитовой. 144-я городская гимназия была открыта в середине прошлой эпохи. За многие десятилетия в учебном заведении уровень знаний достиг небывалых высот. Сюда стремятся попасть ребята со многих районов мегаполиса, из-за чего количество учащихся в три раза превысило проектную мощность школы. Но местные власти нашли способ, как решить проблему. Нам построили новую пристройку на 300 посадочных мест. Так как наша школа обучается в две смены, дефицит посадочных мест исчерпан, за что большая благодарность. В нашей школе обучается на сегодняшний день 1260 обучающихся. И мы спокойно вмещаемся. В новом корпусе 16 учебных кабинетов. Площадь каждого помещения 62 квадратных метра. Сама школа идет в ногу со временем. В учебном заведении есть специально оборудованные кабинеты, где дети могут создавать роботов при помощи специальной техники. Таким образом воспитывается технически грамотная молодежь, способная анализировать и решать задачи, связанные с моделированием и программированием. У нас есть две модели роботов. То есть основные, они разбивают мелкую моторику рук. Также есть вторые роботы, которые состоят из железных балок. Они еще больше ее развивают, потому что детям нужно собирать их с помощью отверток. Для более эффективного изучения сложных предметов в школе имеется вот такая смарт-панель. У нее устроена коллекция из более тысячи интерактивных 3D-моделей. Благодаря им школьники могут визуально увидеть и понять те темы, которые сложно объяснить на простом уроке. К примеру, благодаря полному контролю можно вращать, увеличивать, ну или даже разобрать 3D-модель азиатского слона. На сегодня в 80% алматинских государственных школ созданы условия для инклюзивного образования. Оно предполагает получение качественных знаний вне зависимости от физических, интеллектуальных или других особенностей учащихся. Это, безусловно, прорыв для города на пути развития модели гуманного общества. Динара Сабитова, Сагандык Нарыков, телеканал Алматы.